В республике продолжают обсуждать послание президента страны федеральному собранию. Речь Владимира Путина прокомментировали профильные министры республиканского правительства. Традиционно в послании пристальное внимание образованию, ключевой в социальной сфере. Рост зарплат учителей по-прежнему один из бюджетных приоритетов. Но не менее важная задача, позвучавшая в послании, консолидация интересов общества вокруг школы. Повышение зарплаты, само собой, не даст того результата, который мы ждем сегодня от системы образования. Оно произойдет только при условии, если мотивирован ученик, если мотивирован учитель. И очень важно, если интерес проявляет к этой деятельности, к этой сфере деятельности родителей. Между тем, российские школы работают в две смены, а мест в детских садах не хватает. Нужны дополнительные места. Можно создавать школы-садики, начальные классы в доу, что предложено президентом. Открывать домашние частные детсады, привлекая бизнес, что и делает Чувашия. Большое внимание в послании экономическому блоку. Очень порадовало это по поддержке регионов в плане развития индустриального парка, технопарка, бизнес-парка. Когда регион затрачивается на все эти вещи, это понятно, нам это нужно. Но и здесь положительный стимул, когда эти средства, они возвращаются. Еще одна ключевая тема – социальное обустройство села. В продолжение прежней программы социального развития села принято новое устойчивое развитие сельских территорий. Точки роста для деревни, создание инфраструктуры, закрепление специалистов. В этой новой программе я хочу отметить, что уже есть положительные сдвиги. Это то, что увеличился объем средств на поддержку и строительство жилья в сельской местности. То есть, если в предыдущей программе у нас для граждан выплачивалось 45% от строительства жилья, то со следующего года будет уже 70%. Кроме этого, появились новые направления поддержки – это поддержка сельских инициатив. Там будут выдаваться гранты на конкурсной основе также. Владимир Путин представил свое видение стратегического развития страны на ближайшую перспективу. А дальше, с учетом послания, будет планировать свою работу региональная власть. Ольга Григорьевна, Сергей Рябчиков, Республика.